За количество денег я еще вам не могу сказать, потому что это то, что пишут в интернете, что кто-то знает, знатоки и все остальное. Хотелось бы гораздо больше, не могу вам сказать, чтобы не обмануть. Святкуваты, конечно, я уже это начал, друзья мои тоже это начали. Будем святкувать, салют стрелять, вообще надо потренироваться как бы завтра еще. Пояса надо дождаться, чтобы ехать домой. Естественно, я хочу увидеть тренера, я хочу увидеть кумовей, сестру, зайти в свой зал родненький, показать тренеру пояса, поблагодарить его за то, что он когда-то давно взял меня в свою секцию и довел до высокого уровня, научил защищаться, научил боксировать, научил размышлять, прощать перед тем, как бить. То есть просто сделал из мальчишки мужчину. Почему людей и так турбуют на перший погляд гроши? Ну чому? Гроши, 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 гроши. Почему человека не беспокоит его внешний вид, его мозги, я не знаю, его интеллект, его поведение в обществе, или к определенным людям, или к детям, или к животным, или вообще к окружающему миру? Почему мир настолько сошел с ума, что вот гроши, гроши, гроши? Они закончатся, это все временный фактор. Единственное, что останется с вами, когда вы отдадите Богу душу, это те все ваши дела, которые вы сделаете по жизни. Проходя мимо барбоса, они пнули его ногой, или бабушку перевели через дорогу, или наоборот, когда вас хаят, вы пойдете за них и помолитесь, потому что мы все заражены грехом. Все, абсолютно все, верующие, неверующие, ну вот такой мы народ, мы как бы падша народ, прародители наши вот вкусили яблоко, и вот так вот пошло. А у всех на устах деньги, 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 дребеденьги. Они, это временный фактор, и понимаете, чем больше денег, тем больше их хочется. Есть такая очень мудрая пословица, когда я ее когда-то где-то прочитал, я не знаю просто, кто это сказал, я дословно переведу ее, что деньги – это хороший слуга, но плохой господин. Вот надо контролировать желание иметь много денег, а если у вас их много, то поделитесь с кем-то. Но не просто отдать их, вот на тебе деньги. Что тебе нужно? Наверное, тебе нужна обувь, отлично, на тебе обувь. Удочку давать, не рыбину, а удочку. И тогда вот от этого вообще кайф и внутри, и вообще. Так что у всех сколько ты заработал, бабки, бабки, бабки. Для того, чтобы понять хотя бы, я просто, ну вот, простите, что я отвлекаюсь и, может быть, умничаю по этому поводу. Но тут большая часть моей команды в зале, кого-то вижу, кого-то нет. С 23 января мы с Валентином Литвинчуком зашли в зал. Никого в зале не было. Был я, Валик, Вова, еще пару людей. И мы начали потихонечку умирать там в зале. И каждый день, каждый божий день мы в зале просто выжимали себя. Не ходил я в зал только в субботу и в воскресенье. Принципиальная позиция. Да. Так вот, я не думал о том, сколько я заработаю или сколько у меня будет. А я потихонечку тратил, тратил, тратил. И я не ждал какого-то возврата. И ребята, которые со мной рядом, команда и все остальные, они видят, что это все не ради Бенджаминов или гривночек коротненьких. Это ради того, что вот тебе это надо. Это доза. Это эндорфинчики в голове. Вот надо, надо. Почему люди приходят в зал? Потому что они уже не могут без этого. Вот этот прессик, вот это подтягивание, когда у тебя вот тут вот посрывались руки, кровь течет. А он сзади говорит, ну давай еще один. Ну еще один. Еще один. И вот каждый раз. А то все бабки, бабки, деньги, деньги, ловел, ловел. Да не думайте о бабках. Да я не знаю. Хочу больше. Просто лове, лове, лове. Есть песня, да такая? Лове, 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 лове. Может уже есть. Нет, нет, есть. Друзья, давайте дальше. Только не забывайте, что Александр в первую очередь спортсмен.